Двигаемся в сторону Цепноволка Сначала проезжаем аэродром, проезжаем заброшенный гарнизон, там городок военный А дальше, после Цепноволка, мы на маяк-то, конечно, не поедем Возьмем чуть правее и по восточному берегу, там очень живописные места Постараемся проехать как можно дальше, может быть, до мыса Корабельного, если все будет хорошо Но воды-то, в принципе, много в болотах, возможно, что там будут какие-то препятствия небольшие Но, я думаю, все преодолимо, так что работаем Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok По направлению к мысу Цепноволок есть такой отрезок пути Это старый военный аэродром ВПП И она вот по сей день сохранилась в таком вот виде Смотрите, вот можно ехать спокойно 60 км в час При желании ее можно немножко подровнять И использовать по назначению До Цепноволка нам, наверное, еще километров около 20 плюс-минус Через часик будем Плюс здесь, по-моему, была теплоэлектростанция, которая обеспечивала электричеством местные Все постройки плюс На Цепноволок тоже идет лэп Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok По опыту прошлых лет знаю, что можно вот прям серию поймать там 2, 3, 5 и все И потом бросать, бросать и ничего не будет Может быть места надо менять Ну вот пока поклевывает Бросаем, он даже уточка к нам приплыла, интересуется Сейчас Сейчас видишь Ооо Блин, или камни, или... Во, есть Некрупная Хотя она тут вся некрупная Такая же, да? Такая же, да? Другая такая Такая же рыбка, да, только помельче Мы сейчас десяточек поймаем, но нам на жарешку хватит 27 нам надо, я посчитал Мы ее еще копчем, но не пробовали, хотя мы не знаем, как она называется Пока снимали на берегу тизер Макс не терял время даром Схватил спиннинг и пошел кидать по берегу Смотрите, что наловил уже Я не могу, когда рядом вода Хорошие Да, вот там одна прям вообще классная Прям на сковородочку их сейчас Лучочек, морковочка, картошечка Ой, прям запахло селедкой Ну по размеру разная, а по сорту одна и та же Тоже мелкая 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 Она же, наверное, без костей вообще Да Она без костей, ее чистить у нее шкуры нету Да, да Она прекрасна Так, пакет выдерживает, сейчас скажу, 12 килограмм Ну, проверим с пятнашкой Да, перегруз должен быть, у тебя запас По кромке водорослей, да, как-то оно А, непонятно Ну, опять мелочи щипли Мелочь, мелочь Вот он какой хариус Макимально к верху, чтобы водоросли не засело красота, сегодня я знаю что нас будет на ужин, надо пораньше лагерем встать, сейчас такую колебалочку оденем, она очень четко имитирует молоть этой рыбы, может быть сработает, но я сейчас другую цель преследую, у меня сейчас задача увеличить дальность заброса, на метрах на 7 подальше, хорошая, укропнее пришла на колебалочку, давай еще колебалочку больше повесим, не зря укропнились, но до этого профессора первого, профессора первого, как мы в Карелии щук ловили, да да ну что шутка схватит, смотри, а не летелим она в лесу, спасибо, и что она летает на лесу хорошенькая вот такая средненькая небольшая прям по сковородке уже килограмма 3 прям здесь я ее видел аккуратно аккуратно она промахнулась она промахнулась прямо это сама возле берега прямо здесь прямо взяла трава уйдет опять за город море промахиваю это жрец промахиваются что забрасываем ай да кинь его в воду раз два три четыре пять даем наглудиться мы без ведомы по кругленькой они считают ведь мы 8 лет ничего подобного поймать не можем у нас масло только где-то ну и и хватает мощи заглотить всосать она может в моку бьет и по токам вглотовь это селедка 4 мечтал я ребят рыбкой накормить и при каждой возможности собирал спиннинг ходил бросать я помню по ну на рыбачил в 2018 году мы с похожей бухточки стали и она тоже как бы немного ловилась рыбка поэтому решил сейчас счастье попробовать и поклевывает есть поклевочки даже на еду поймали ну вот макс уже надергал на один спиннинг килограмма три наверное нам пожалуй хватит да макс да пойдем сейчас ешь нужно еще почистить приготовить лагерь поставить нам еще до места нашей стоянки доехать на горбину наверное да поэтому я подумал что здоровая промахнулась за спину макс всеми способами за губу за плавник за задачи чтобы группа была сытая а как поймал это уже нежненькая такая она да да а еще классно что у нее нет чешуи вообще то есть она гладкая гладкая прям ее не чистить ничего не надо да этот карпачин с тем что чистить не надо завтра ну все давай рыбы нам хватит ловить интересно даже смотреть интересно все пойдем дальше на скомбре мне кажется похоже ты же андрей был на морской рыбалке да да ну тут я не знаю и на сайду не похоже она вся одинаковая одна немножко чуть более желтенькая другая чуть-чуть зелененькая мы стоим напротив аникеевых островов аникеев здесь организовал прием рыбы в свое время ну это давно было дату не могу сказать так вот сюда на эти острова привозили рыбу и норвежцы и финны сдавали ее а тут была как бы такая рыбная биржа вот здесь купали и отправляли рыбу на материк вот так вот было а сейчас даже трудно себе представить что такое было когда-то потому что все еще на покой порядок а 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 и и а Продолжение следует... 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 Продолжение следует...